Друзья, сегодня я вам расскажу самые крутые новости за последнюю неделю. Новые невероятные роботы, достижения и провалы, технологии на службе людей и люди на крючке у технологий. Все коротко и по делу. Поехали! Друзья, сегодня я вам расскажу. Это первый четвероногий робот, обучившийся такому трюку. Робот умеет анализировать окружающую среду с помощью лазерной системы ЛИДА и принимать решения об усилии, которые нужно прикладывать к своим конечностям, чтобы сделать сальто или приземлиться обратно на поверхность. К слову, учиться читак пришлось как человеку путем проб и ошибок. Не обошлось, конечно же, и без традиционных надругательств над роботом. Немецкая компания FESTA создала самообучающуюся роборуку, работа которой схожа с работой человеческих мышц и связок. Bionic Soft Hand состоит из надувных сильфонов, покрытых эластичной трехмерной тканью, созданной посредством 3D-печати. Увидев объект с помощью 3D-камеры с восприятием глубины, роборука создает ее цифровую копию и производит стимуляции множества опытов по захвату этого объекта, за доли секунды выбирая оптимальный вариант взаимодействия. Другими словами, робота не надо учить брать предметы, он научится этому сам и очень быстро. Битва роботов Приятной новостью стало то, что российская команда Unicorn из шоу Битвы роботов была приглашена на BattleBots, американское шоу на канале Discovery. Причем продюсеры шоу сами заметили наших девчонок и предложили им участие в боях. BattleBots – один из самых престижных соревнований в категории боевых роботов, и наша команда туда попала впервые. Правда, чтобы поездка состояла, сейчас команда ищет себе спонсоров. Но одним роботам на земле стало меньше. Социальные роботы Jibo сообщили своим владельцам по всему миру, что им было хорошо вместе, но скоро они отключатся навсегда. Серверы робота перестали работать по решению компании-разработчика, которая продала все активы еще в конце прошлого года. Зато компания Geality Robotics представила второго конкурента роботом Boston Dynamics. Это доработанный робот Cassia, который получил торсы, руки и новое имя Digit. Бипедальный робот с динамическим корпусом использует вес и конструкцию своего тела для сохранения равновесия. Получив торсы руки, робот научился вставать при падении. Предполагаемой работой робота будет курьерская служба. А Samsung представила робота Bot Chief – помощника на кухне с искусственным интеллектом и голосовым управлением. Робот умеет измельчать, взбивать, наливать и очищать за собой пространство. Каждая рука Bot Chief обладает шестью степенями свободы, встроенными датчиками и алгоритмом планирования действий, который призван обезопасить человека, стоящего рядом с роботом. Но главная фишка то, что робота на программируемой платформе Samsung Saram можно самостоятельно обучить или натренировать на выполнение различных задач. И напоследок, самая злободневная новость о системе социального рейтинга в Китае. На днях была опубликована информация о миллионах китайских граждан, получивших рейтинг ненадежный, которым было отказано в покупке билетов на самолеты или высокоскоростные поезда. И это при том, что пока система работает не везде, в полную силу она будет реализована не ранее 2020 года. Причем участие в ней обязательно. На сегодняшний день на сайтах администрации отдельных населенных пунктов, а также государственных и частных компаний, уже участвующих в программе, можно найти два списка – черный и красный. Черный – это провинившиеся граждане, которые были увлечены в нарушениях ПДД, неуплате налогов, распространении ложных новостей и прочих грехах. Красный же список – это благонадежные граждане, которым отдадут приоритет при найме на работу, сдадут кредит по сниженной ставке или сдадут в найм имущество без денежного залога. Вроде бы, звучит не так уж плохо. Каждый гражданин может повысить или понизить свой рейтинг, но на понижение играют не только правонарушение или отказ служить в армии, но и легкомысленное поведение, покупка большого количества видеоигр или не те посты в интернете. Повысить рейтинг можно хорошим поведением или, например, доложив куда надо о плохом поведении соседа или чиновника. Но прямо наяву фильм «Черное зеркало» третьего сезона и первая серия под названием «Резкое падение». Есть информация, что попадание в черный список можно обжаловать. Пока единой базы нет, но когда она заработает, поведение каждого человека действительно будет под пристальным вниманием государства. Следить будет за всем – от курения в неположенных местах до неправильных покупок в интернете. Поставь этому видео лайк, подпишись на канал и будь всегда в курсе новостей из мира технологий будущего.